Находимся в городе Видное и я сейчас приехал посмотреть на тренировку команды. Здесь команда ПФЛ, Металлург Видное. Там они в одной лиге с Калугой, Сатурном. Что я тут забыл? Я тут забыл приехать пообщаться с тренером и поговорить на тему просмотра, на тему тренировки. То есть это не как было с Калугой из серии, просто коллаборация, просто потренироваться и поснимать. А тут ребята ищут вратаря, ищут третьего. Я немножко волнуюсь. Честно говоря, противные чувства, когда ты тренировался такой неделю, а потом где-то, например, четыре дня нет. И ты вроде бы такой, да я тренировался, да я готов. А тонуса-то нет вот этого постоянного, очень хочется. У меня из-за этого постоянно возникают мысли сделать какую-нибудь школу вратарей в Москве. Сука, так сложно. Притчу хочу рассказать одно. Каждый, кто спорт смотрит, кто знает, что будет впереди, кто будущее видит, должен сделать одну вещь. Должен перейти в закрепленный комментарий к нашему надежному партнеру с более чем 25-летней историей Фонбет. Эти люди помогут вам, проведут вас вперед, покажут вам трансляции всех спортивных событий. Бесплатно. А если вы новенький в этом деле, до 15 тысяч рублей бонусом. Часть вот этого проекта, есть задача сыграть за профессиональную команду. Естественно, мне интересно прийти, попробовать себя, ну вот прямо сейчас, как есть, на текущем уровне, что я могу. Самый простой путь, который я вижу, это условно прийти мне, потренироваться, вы сами увидите, что подходит вам, не подходит. Все как обычно, то есть никаких специальных условий, ничего не нужно, просто там играем, тренируемся. И если вдруг у меня будет такая возможность сыграть за вас, то я бы сыграл. Ты понимаешь, да, я не могу не сказать о том, что у нас основные вартари, да, там два, у нас будут те, которые с опытом. Конечно, конечно. Которые, да, с опытом, там, второй лиги или выше. Вот. И, да, нам нужно, там, три, может быть, у нас четыре вартаря будет. Понятно, что сложиться может в любом моменте как угодно и любой может выйти. Нет, я на это иду вполне осознанно, я все это понимаю, я не претендую вообще на то, что там я какой-то это пришел и все, давайте вы мне тут все. Нет, абсолютно нет, абсолютно на равных условиях. Нам нужно будет некоторое время подумать, если мы принимаем решение положительное, время на просмотр. То есть ты сейчас ни с кем не завязан? По сути, да. Да. Да, понятно. Мы тогда обдумаем, согласуем с руководством. Ты, если что, готов приступить в другом моменте, да? Конечно. Тренировки у нас с 12 до 2 сейчас будут. Тогда на связи, да? Да. Да. Как будет решение, тогда я тебе сам сообщу. Конечно. Все, рад был познакомиться. Заимно? Да. Под прошлым видео мы разыгрывали Adidas Predator. Вот здесь победитель. Поздравляем. Мы хотим активность и под этим роликом, поэтому вот прям не поленись. Обязательно поставь лайк, обязательно напиши комментарий, не меньше 6 слов и обязательно напиши свой ник в инстаграм в комментариях, чтобы мы могли с тобой связаться. Мы затем выберем рандомно 5 человек и каждому из них подарим по 1000 рублей. 5000 рублей на ровном месте. Дерзай, обязательно ставь лайк и смотри дальше. Первые движения в правильном направлении уже есть. Если до этого все вот эти тренировки я ездил, это чисто, ну, попробовать себя, показать вам какой-то контент, как выглядит ФЛ, там, ФНЛ, РПЛ, соответственно, да? То вот эти тренировки, это уже идут серьезные разговоры о том, что команда рассматривает меня как полноценного вратаря. Каждый раз, когда я об этом думал, я думаю, блин, нифига себе. Да я подумать не мог, то есть я в 20 лет, в 21 думал, что все, а сейчас вот, ну, мне 27, и у меня, в принципе, есть варианты. Ну, блин, это капец как интересно, и каждый раз ты такой думаешь, ой, получится что-нибудь, нет? Привет. Пообщались с Видным, все здорово, надо готовиться. Что будет на просмотре, понятия не имею, надо готовиться по всем фронтам. Валма Сантея мне сделала замечание про игру ногами, и я вспомнил, что у меня есть человек, который может помочь, как никто, другой. Он работал с Сашей Зинченко, с Сашей, FIFA, он тоже работал в проекте «Жирные замкалы», недавно он был в «Красаве». Это Коля, вы его уже видели наверняка. И сегодня у меня будет тренировка как у полевого игрока, то есть все те же координационные моменты, игра ногами и так далее. Будем готовиться? Сразу скажу, Коля это охренеть, это с места в карьер, мы сразу делали джампинг-джекс, это было, блин, жесть. Для кого вообще разминка, а кто завтра не проснется, скорее всего? Потом аэробная работа на разминке, я уже задышал конкретно, и мы перешли к чистоте. Не выбегаем. Все, что для меня было инородное, уже инородное. Потом когнитивные упражнения. Кстати, вот когнитив вам для полевых. Белый. Красный. Белый. Белый, да. Белый, да, 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 да. Потом к этому добавляем мяч. Тут я уже реально на прямых, я уже на морально-волевых, а я понимаю, что еще не все. Да, 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 да. Вот так. Сейчас я очень сду. Отжимание с прыжком с альтухой. Еще упражнение на игру ногами. Развинулся? Вот, отлично. Еще упражнение на игру ногами. О, хорошо, удачи, сейчас не надо. И в конце пресса. Да, да, да. Вот тут я реально понял, что пресса у меня давненько уже нет. Надо над этим работать, но это 100%. Два. Один. Отлично. Блин, пресс, ты где? Где ты был? Все это время. Почему? Ну, а потом настал день, когда я пошел в СШ-75 на просмотр. Позвал меня туда, собственно, Коля. И Коля связал меня с Видным. Да, это ему большое спасибо. Сегодня был что-то вроде просмотра в СШ-75. Это команда, которая играет в Москве на КФК. Самое примечательное, они сейчас ищут вратаря. У них сломались основные киперы. И они искали вратаря на замену в предстоящий кубковый матч против Сахалинца. И вот это вот на самом деле особенно интересно, потому что, ну, получается, что Сахалинец, с которым я уже очень долго не могу сконнектиться, мог бы стать моим соперником. И это было бы вообще, по-моему, очень интересно. Но, в общем-то, это, к сожалению, не произойдет. Сразу вам говорю, это не произойдет, потому что так получилось, в общем-то. В принципе, ничего удивительного, потому что у меня не было до этого регулярных тренировок с командой большого футбола. Я тренировался периодически с Амкалпро. До этого, ну, грубо говоря, 4 дня с Алмаз-Антеем. Но 4 дня, сами понимаете, вряд ли за это время я могу быть максимально готов к команде какого бы то ни было уровня. Тренируемся, работаем дальше. Надеюсь, что все получится. Ну, в общем, как вы поняли, не случилось. Так бывает. Мы привыкли не ждать. Действуем по принципу «Окей, в эту стену не получилось пробиться. Попробуем ее обойти или пробить ее как-то иначе». Нас ждал другой клуб. Это «Герклеон». Мы сейчас приехали в команду «Герклеон». Тот самый стадион, на котором прошел, ну, наверное, почти весь МКС. Ну, точно все тренировки Амкала. Он же для меня, я не знаю, как домашний. Команда играет на КФК, ставит задачи, помогает молодым ребятам развиваться, находить себя в футболе. И я подумал, это ли не идеальный вариант для того, чтобы продолжать проект стать футболистом. Понятно, что я сам хочу уйти на уровне выше, типа там, ПФЛ и так далее. Вроде бы, казалось бы, КФК. Но и я подумал, ну, если в ПФЛ вот так, вот сейчас вот не получается, так может быть пойти более поступательным путем? Почему нет? Я поработаю сейчас здесь, поработаю там, почувствую где-то уверенность, где-то просто наберусь опыта и приду уже нормально. Посмотрим, что будет сегодня. Ну, а видны, видны нам так и не перезвонили. Значит, я думаю, что, ну, неинтересно, ну, не нужно, ну, не подхожу. Но если вы смотрели полное интервью с нашими вратарями, Малафеев, Кинжаков, Клынев, они все говорили одно и то же. К этому надо относиться философски и просто работать дальше. Так и будем делать. Тренировка была хорошая, у нас была разминка на координацию. Угу. В зал чтобы походить, педалка слабая мне не нравится. Мы распрыгались, разбегались, у нас прошла активация. Было даже упражнение на реакцию, очень похоже на наш челлендж с зенитом. Помните, только здесь два человека встают перед вратарем, мешают ему и, собственно, идет удар. Если челлендж с зенитом не смотрели, он в подсказке. И ссылки внизу. Удар, не оператор, а император. Красавец. Хорош, хорош, хорош. А чё, может, обьешь? Ё-моё! Спасибо, Варь, вообще не видел. Линия, 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 линия. Я с тобой вообще, блядь, не разговариваю. Как говорили в детстве, ты мне друг или сундук. Затем была серия ударов. Вот в каждую команду, в которой я прихожу, я думаю, ну всё, на серии ударов будет жопа. Сейчас меня накидают полная хапка, я не готов, давно не ловил удары. И каждый раз этого не происходит. Нефиг бояться всего этого, нефиг переживать. Реально. И вот вы себе тоже это вбейте, что если вы до этого работали и тренировались, никаких проблем не будет. В ударах максимум два вопроса было ко мне, с точки зрения меня же самого, в остальном всё было окей. Нет, это просто. Ах, блин, пиздец. Шаг сделал столько весело, пипо. Всё, всё. Всё, всё. Шаг сделал столько весело, пипо. надо на этом на балансе поработать боссу боссу босс потом была двусторонка и вот на двусторонке перед ней ты тоже думаешь вот сейчас будет тяжело и нет вот опять нет все нормально ну и собственно прошла тренировка все было хорошо мнение тренера можете послушать уже неспособный вратарь сразу видно что у него есть качество которые современного вратаря очень важны он хорошо играет ногами пластичный может быть немножко не хватает роста но в целом я доволен как сегодня же не провел тренировку для понимания в 675 вот плюс-минус так и было но только не было того что я вот два раза одинаково но ногу ставил вместо руки я там вообще принципе нормально лучше было на ударах что не подошло я не знаю сейчас понравилось нормально ребята вообще молоды вся команда молоды мне жалко что конечно видно и отвалилась по фл я просто понимаю что это было бы сложнее но это будет такой опыт который сразу выше чем то что есть сильно тогда потом даже на понижение прийти бывает и такое продолжение я заболел я почувствовал недомогание мне показалось что у меня есть температура и она действительно есть течение всей своей жизни а столько играю там футбол занимаясь спортом что не то чтобы я когда-то обращал внимание на болезни сейчас это чувствуется особенно остро потому что любая моя подготовка это я уехал в питер на неделю даже не просто так сгонять это не как я не знаю в соседний двор только начал чувствовать реально вот классную кондицию только записался в клинику по реабилитации на пахе чтобы пахе освободить чтобы показать вам этот процесс я заболел я сейчас нахожусь в офисе вы не думаете что я там какой-то мудак и перемещаясь по городу будучи больным во первых меня пока нет подтвержденного какого-либо там к вида не к вида я только завтра пойду сдавать тесты именно поэтому я сейчас в офисе когда здесь никого нет время 9 30 вечера в воскресенье здесь никого бы но для меня сейчас засесть на две недели это жопа полная мой дом уже превратился фитнес я тренировался я работал на балансе я работал на растяжке и за я ловил теннисные мячи полинка мне помогал начал слать в жопу эту болезнь но в этом-то и главная фича нашего проекта что он реален мы пришли поговорить видно и но это не дало нам никаких бенефитов нам даже не перезвонили мне они взяли вас 675 по блату короче ключевое я надеюсь что анализ будет отрицательным что меня не к вид что я не буду заперт на две недели и продолжить тренироваться блин я капец как не хочу терять форму давайте смотреть вместе я надеюсь что вы чувствуете живость и реализм этого проекта это реалити-сериал можно сказать обязательно подписывайтесь ставьте лайк под этот видос мы очень стараемся для вас не ждите следующую серию стать футболистом но и кстати смотрите все остальные ролики я чувствую что я не сказал свое футбольный мир еще узнает обо меня зовут женя и пока что профессионального статуса футболиста у меня нет посмотрим что будет в конце этого проекта